Воронежская область Воронежская область Воронежская область Таким образом, чтобы они были восприняты всеми. И есть запрос общества на результаты выборов. Мы не можем провести выборы и получить результат, который не будет воспринят нашим обществом. То есть, проще говоря, важен не результат будет, а важно то, чтобы этот результат был воспринят, чтобы был он легитимный. Вот сейчас все усилия ЦИК Российской Федерации направляет на это. Мы посылаем многочисленные сигналы не только нашим избирательным комиссиям в регионах, но и органам исполнительной власти. Эти сигналы очень внятные, что нельзя проводить выборы с нарушениями закона. И мы приводим примеры. Вы знаете, Московская область очень внимательно разобрался с этой ситуацией. Вы знаете, Санкт-Петербург, где смены руководителей областных избирательных комиссий произошли. Именно потому, что их работа не соответствовала нынешней ситуации, нынешнему уровню. Мы выезжаем в регионы двойками, тройками, как принято у нас говорить, там, где возникают серьезные проблемы. К счастью, Воронежская область не относится к этому регионы. Результаты выборов в Воронежской области, я не могу сказать, что они прошли без замечаний. Но все эти замечания были в рамках нормы. Все это было исправлено в ходе подготовки к выборам. И сейчас это тоже мы наблюдаем. Мы доверяем Воронежской областной избирательной комиссии. И у нас нет сомнений, что она организует выборы на должном уровне. Но, тем не менее, мы будем все равно наблюдать, мы будем оказывать поддержку и будем оказывать всестороннюю помощь. Потому что очень важно, как пройдут эти выборы. Председатель избирательной комиссии Воронежской области Владимир Стелянин подвел итоги текущего момента предвыборной избирательной кампании. Вчера закончилась подача документов на регистрацию. По выборам депутатов в Государственной Думе у нас большинство подали своевременно. То есть 35 кандидатов, выдвинутые политическими партиями, они подали своевременно. 34 рассмотрены и зарегистрированы. Сегодня будет рассмотрение последнего материала 89-й комиссии. Ну и по тем материалам, которые есть, скорее всего, он будет тоже зарегистрирован. Четыре кандидата, которые выдвигались самостоятельно, два из них отказались, это по 90-му округу Павловскому и по 88-му Правобережному, написали заявление о прекращении участия в избирательной комиссии. 89-й округ, вы о нем услышите, там семья, муж с супругой, так сказать, выдвинулись. Они написали там заявление своеобразное. В связи с тем, что им не было предоставлено право собирать подписи в электронном виде, они не смогли этого сделать, и вот просят рассмотреть их заявление и принять решение без подписных листов. Понятно, что требования закона, они очень жесткие в этом плане, и, скорее всего, в ближайшие дни комиссия рассмотрит и примет решение по этому вопросу. Но эти люди, они своеобразные, семья, они, скорее всего, будут жаловаться в суд, хотя, вот вчера пришла одна супруга, хотя на выдвижении были муж с женой. На сегодня супруг объявлен в розыск, и если он объявится в комиссии, его сразу должны будут арестовать. Поэтому вчера уже следствие... Не за это же? Да, не за это, не за участие в выборах. Там другие вопросы есть. Насколько я знаю, за оскорбление судей во время судебного процесса было принято, там возбуждено уголовное дело, и вот. То есть это, ну, я просто говорю, что семья своеобразная, так сказать, это надо, так сказать, учиться. Более подробно о программе пребывания члена Центральной избирательной комиссии России с правом решающего голоса Сергея Сироткина СВИК-ТВ расскажет в следующем видеосюжете в рамках информирования населения о ходе избирательной кампании.